МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шесть студентов СФУ вошли в сборную России на Всемирной универсиаде 2015. Андрей Феллер, магистрант Института физической культуры, спорта и туризма, приехал в Словакию вместе с женой Ксенией Подопригора. Девушка в призор не вошла. Пришла 21-й в лыжные гонки. Андрей дважды поднимался на высшую ступень пьедестала. Лыжник выиграл в гонке на 10 километров классическим стилем и в эстафете показал блестящий результат. 27 лет Андрею Феллеру. Напомню, чемпион мира среди юниоров 2008 года. Бронзовый призер универсиады. Двухлетней давности и сейчас завоевывает еще и золото к своей насыщенной богатой копилке Андрея Феллера. Две победы, если честно, не рассчитывал. Первую гонку пробежал не очень хорошо. Упал в одном месте, не повезло. Поэтому рассчитывал на последнюю гонку на 30 километров. Дали шанс выступить в классической, где я победил. А там дальше и поставили в эстафету. Все получилось нежданно-негаданно, так сказать. Копилка медали СФУ пополнила студентка 4-го курса Марика Пертахия. Девушка выступала в Могуле. Она стартовала с нагрудным номером 2. На таком месте и оказалась на финише. Марика говорит, что была рада принести серебряную медаль для родного университета. В Могуле также выступал Никита Капитонов. Он стал лишь 12-м. Сноубордист Петр Курдюк 20-й в дисциплине слоуп стайл. Еще одно золото России подарила студентка Института физической культуры, спорта и туризма Дарья Овчинникова. Горнолыжница стала победительницей в суперкомбинации, где итоговый результат складывается из выступления в супергиганте и слалами. В первом заезде Дарья показала третье время, а в слалами финишировала десятой. В итоге по сумме двух дистанций девушка стала первой. Алина Пузырева, Новости ТВСФУ. В СФУ проходят уже ставшие традиции Дни науки. Студенты побывали на лекциях российских и зарубежных ученых, узнали о попытках моделировать работу мозга и первых результатах работы Большого адронного коллайдера. С научными достижениями университета студенты и школьники продолжают знакомиться в Музее занимательных наук СФУ, в Музее геологии и Минералогическом музее Сибирского федерального университета. За достижения в различных областях науки 26 февраля молодым ученым будет вручена премия Банка Международный финансовый клуб, а преподавателям премия ректора СФУ за наставничество. Студенты, магистранты и аспиранты Сибирского федерального университета вернулись из профориентационного пробега «Бумеранг-2015». Из года в год они встают на лыжи и знакомятся со школьниками разных районов Красноярского края. В этом году с насыщенной программой представители нашего университета побывали в Ирбейском районе. Народ, снимайте лыжи, все, приехали! В пробеге участвуют 12 человек, многие из них новички. Студент из Китая Тен Лэй на лыжи встает впервые. Вместе с другими он идет покорять одну деревню за другой. Первый раз, когда выступал, волновался, постепенно-постепенно это начиналось казаться очень смешным. И чувствовал на сцене таким прям звездой. Первый номер программы «Агитбригады» – квесты. Они заставляют школьников изрядно попотеть и помогают им зарядиться энергией на весь день. Следом идут настоящие мозговые штурмы. Ребята участвуют в химических и физических опытах. И не сгорело. Нет, 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 у меня осталась степушка. Здоровый образ жизни – девиз участников команды «Агит пробега». Они не упускают возможность сразиться с местными ребятами в волейбол. Концерт с душевными песнями, веселыми стемами покоряет публику. Песни слушают с замиранием сердца, а над шутками от души смеются. Студенты возвращаются в город с целым багажом впечатлений. Руководитель команды Сергей Родовиков уверен – этот пробег приносит пользу не только школьникам, но и студентам. Я думаю, студенты поступали большого интенсива. Теперь не смогут просто спокойно жить в городе, потому что очень насыщенные были две недели. Каждый день мы вставали рано утром и вплоть до самой поздной ночи что-то делали, постоянно работали. Ну невозможно будет остановиться, когда мы вернемся в город. Просто невозможно. Студентам приятно, что школьники остались довольны. И многие из них уже планируют поступать в СФУ. На этом у нас все. Мы продолжаем следить за новостями Сибирского федерального университета.